Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Многие пенсионеры могут не знать, а некоторым по каким-то причинам забывают начислять определенные доплаты к пенсии. Поэтому сегодня мы сообщим список того, какие вообще существуют виды доплат к пенсии. И если по каким-то причинам вы имеете право на данные доплаты, но вам их не начисляют, или в частности не выплатят с 1 декабря, то мы обязательно поможем вам и ответим на поступившие вопросы. Итак, в России существует несколько видов доплат к страховым пенсиям. Например, если пенсия работающего пенсионера ниже прожиточного минимума в регионе проживания, то пенсию ему увеличивают. В этом году федеральный прожиточный минимум составляет 10 022 рубля. Есть ряд регионов, где он значительно выше. Например, в Москве, в северных регионах. Но в некоторых регионах прожиточный минимум ниже федерального. В каждом субъекте Российской Федерации свой размер прожиточного минимума пенсионера. И более того, в некоторых субъектах Российской Федерации или в отдельных городах могут существовать и свои дополнительные надбавки, повышающие размер прожиточного минимума пенсионера. Если вам интересно узнать, существует ли в вашем городе или в целом по субъекту дополнительные надбавки, напишите его в комментариях. А после, мы ответим в отдельном выпуске или в вашем комментарии. Если федеральный прожиточный минимум выше регионального, то пенсионер получает федеральную доплату. Если региональный прожиточный минимум превышает федеральный, то доплачивает сам регион. Получить доплату можно по заявлению. Со следующего года планируется внедрить проактивное назначение социальной доплаты к пенсии. Ветеранам, инвалидам, чернобыльцам, другим гражданам, пострадавшим от воздействия радиации, узникам фашизма, героям России и СССР, полагается ежемесячная денежная выплата. Она назначается автоматически. Если у пенсионера на иждивении находятся нетрудоспособные родственники, например, дети, пожилые родители, то он также может рассчитывать на ежемесячную доплату к пенсии. При нахождении на иждивении одного нетрудоспособного гражданина, выплачивается треть от фиксированной выплаты к страховой пенсии, а в этом году размер такой выплаты составляет чуть более 6000 рублей. Повышенную пенсию получают россияне, 30 лет проработавшие в сельской местности. С 1 января 2022 года сельские надбавки будут выплачиваться независимо от места проживания пенсионера в данный момент. Существуют и северные надбавки. Для того, чтобы их получить, нужно не менее 15 лет проработать в районах Крайнего Севера или 20 лет в местностях, приравненных к ним. После достижения 80 лет пенсионеру выплачивается фиксированная выплата к страховой пенсии в двойном размере, то есть не 6, а 12 с лишним тысяч рублей. Перерасчет пенсии происходит автоматически. За выдающие достижения и особые заслуги полагаются солидные доплаты к пенсии. Рассчитывать на них могут герои России и СССР, герои соцтруда, герои труда России, чемпионы Олимпийских, Паралимпийских игр, космонавты и другие граждане, проявившие себя. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами и самое главное – подпишитесь на блог юридической помощи.